так ну чё всем привет камеру сделали мне наконец-то отвозил в перми короче там но в ремонт сдал я думал там что-то на ней сломанное такое но серьезно оказалось просто из-за этого шлейфа который с дисплея отсюда идет и от него из-за него как топ не проходит по нему и все блокируется и получается но заказали с алиэкспресс шлейф пока он пришел то сколько тут я не знаю месяц наверное целый мне кажется можно не знаю сколько ну долго что-то шло короче за работу три тысячи и две за шлейф я отдал еще и пятерка короче получилось у меня нормальный звук будет лучше и качество как бы ну не будет вот так руки трястись как на той камере на gopro там нету этой вот стабилизации как вот здесь и поэтому на этой будет лучше намного ладно чё а я кучу тут делаю короче делаю делаю урал начал делать колодки начал ставить который николай мне прислал николай спасибо еще раз у ивана вот колодки лежат тоже пока их оставлю на следующий год какие-то некоторые поршеньки уже такие не очень вот здесь из нос видно так вот по краям они как такие овальные немножко становятся по идее можно было поставить у меня тут есть он или комплект короче говоря отучок хочу показать в одном комплекте вот такой комплект ну там все как бы на цилиндр что мы тут все что надо и там вот эти манжеты которые были здесь в этом комплекте вообще какие-то шляпы вот в этом тут нормальный комплект эти манжетки нормальные такие хорошие качестве а вот здесь я покажу я посмотрим вот они но него даже сразу с этой стороны отличаются такое колечко здесь это вот хана хорошей манжете вот здесь ничего нет тут ровненько должен должна быть гладкая потому что здесь поршень прилегает сюда вот так вот этой плоскостью уже поршень такой ровный гладкий он так должен плотно все привязать здесь будет как бы уже вот это кантик такой какой-то уже как бы фигня какая-то и видно они кривые какие-то вон они вот здесь с камерами видно все дисплей вина вот какой-то тут разреза насчет натерся как-то протерт или как проточено чем-то не знаю ну видно такая как бы по краям такие заусеницы какие-то так литье такое шляпная и тут по-другому вопроса 35 миллиметров написано здесь написано вот так важно там как такие точки идут какие-то вот оригинал который манжеты хорошие 35 миллиметров и число к это 0 4 там бывают и другие числа вот эти вот четенькие вообще она не такие блестящие прям такие ровненькие все вот которые я в том году это я еще покупал как-то они еще вот так их можно делать вас как раз их и они между собой как скрипаются как бы не расходятся как ну как воздух держит разряжение вот раз так а эти но эти не знаю так сделаются нет интересно ну посмотрим может тоже будет сейчас но они это как кромка кривая мне кажется вряд ли не держится тоже ну как-то хуже держится но как это вон выходит воздух как бы потихоньку и почему они еще плохие они толстые какие-то вот у нас вот эта стенка она больно такая тут там слышно ну так видно даже толстая здесь она тоненькая на этих вот она тоненькая такая глубокая как получается вот здесь вот вот так не знаю так вот смотришь вроде бы так ну принципе как бы совпадает диаметр одинаковая но может чуть-чуть там плюс минус может принципе будет стоять то ничего это как-то мне это какие-то подозрительные но не такие как грилл он толстый его даже гнешь она у меня пальцы или сгибает такая толстая на к этому житая и него все в этом комплекте такие дела тут еще показать хочу он разобрал этот бендикс этот стартер с уазе какой-то старый валялся не знаю разобрал посмотреть что там внутри может думать сломан или как-то может сделать можно ну так вот нарезал его это вот так вот сверху так ставится и тут вот короче тут пружинки реки стоят и вот здесь типа как ролики такие идут стою вот это обойма это старину как шестернят это внутренняя обойма от это круглая как подшипник типа такой и здесь наружная это обойма в ней ролики стоят здесь вот они ролики и такие упоры как типа они как-то двигаются там не знаю так вот они смещаются так туда-сюда и короче когда смысл работы вот в одну сторону как бы раз туда не крутится в обратку как бы ролики отходят назад и как бы раз но растормаживают а когда сюда начинаешь крутить они как бы так тут на конус вот на наружные обоями конус такой стоит но добраться закусывает и ролики зажимают как бы вот в этом но в этом промежутке вот здесь вот зажим как бы идет обойма внутренней но между внутренней и наружной такой там их но их менять можно не продавались помню их поменял они все такие одинаковые были а сейчас стартеры которые такие идут новые это редукторные там они все разных разновидностей для разных марок разных заводов все эти бендиксы разные хрен найдешь где но не какие-то там новые можно найти но сложно очень проще стартер купить но урал стоит передок сделал вчера это колесо доделал и это прокачался заодно все четко сейчас можно уже передок уже готовый короче а там музыка попутно тут везде обменяются ступичные сальники потом сальники подкачки заодно еще что-то может там какие-то вещи может ну чё чё увижу вот тут видок такой тут все поставил уже сейчас почти что ставить почти сделал так вот специально оставил что показать а тут наварил вот здесь вот на эксцентриках чтобы повыше немножко было они такие уже изношенные киты но старые хреновые кита уже вот здесь вот под наводил тоже немножко и это ну как эксцентрик изношенный вон где-то на том колесе тоже уже хреновая вообще на поменять он еще такой там маленький такой уже стал новый вот так вот меньше наверное на миллиметра три наверно два меньше и он получается но когда подводишь он как высоты не хватает он немножко колодки износились уже как бы это не подводится начинает прокручиваться ну вот тут можно наваривать вот на эту вот на это место вот это вот здесь вот с этой стороны внутри получается на старых колодках вот здесь еще изнашивается протирается аж такая как канавка становится я от наваривал на других колодках тут на старых на этих где износ был я так прям проваливался и на волгарочкой обтачивал можно по идее вообще выше напалить чтобы повыше было чтобы дальше подводились как бы они колодки даже наваришь сколько-то выше будет они все равно как бы но в барабан войдут потому что она ограничивается вот этим вот цилиндром здесь как эти поршни друг друга там упираются и не дают уже ну дальше сходиться здесь как бы вот обычно колодки как бы так зажимаешь и колодки обе колодки они вот так вот ходят еще туда-сюда но эксцентрик как бы не достает здесь уже поршни там до конца и так что это можно тут подваривать больше не знаю почему так сделано как-то мало по идее нам вообще как-то сместить вот сюда как-то немножко так или больше эксцентрик сделать как-то ну сильнее тут чтоб он без бы ну дальше отжимал говорю спокойно можно здесь наварить или вот здесь вот так наварить больше выше сделать просто тут у меня осталось жимать и вот это вас смазывает там и тут сломалась короче треснула сварка заварено было уже тут помощнее вроде не знаю кто-то варил ведь это не я еще даже до меня видят в релистами они тут наводил и берешь вот так вот монтажка так раз отжимаешь и сюда ну там он старый метод лета вот со ступицы дача сюда 1 раз вот так и несколько раз так как бы так куда наделаешь на делаешь нас так опять и потом ключом так покрутишь покрутишь как бы раскручиваешь но если туго он туда как бы заходит ли то внутрь куда 8 дело то есть куда там во втулку и потом долго так оно хватает на два года он не ну не ржавеют и каким-то маслом там надо тоже делаешь жидким каким-нибудь таким тоже раскручиваешь так куда сюда как-то вахну первый раз когда колодки вроде на нем переклепывали что ли на этом урале там они вообще заржавели я провернуть не мог эти болты я как-то простукивал так как обстукивал так кувалдой как туда покрутишь покрутишь такое как-то крутится в том еще так куда сюда туда что так простукиваешь ну как кувалду берешь так начала по болту там стукаешь пружина так сжимается и он так туда выходит и обратно не заходит так туго сидел потом сюда так постукивать смазку тоже так все и раскручиваешь его так крутишь крутишь ключом вот этим так раскручиваешь скучу в таку да не знаю даже показал вроде не кажется так вот так по кругу перекручиваешь ну много раз так часто нормально тут уже все и все потом мне сколько лет я больше у меня никогда она ничего не подклинил во время работы бывает сюда маслом просто так подливаешь вот сюда так масло раз-раз-то кисточкой такой ну такую вот парашу какую-то грязь какую-то со ступицей этого нас нас намазал на все или можно жидкая конь чтоб туда затекала попадает и не ржавеет потом нормально как бы наконечники на штангах вот на вот еще тут рассмотреть сейчас заодно сзади как раз когда колеса не по удобно что-то разобрать зачем вот эти вот допустим вот я как-то года два назад я вот этот делал меня вот ну сколько лет он болтается уже вот здесь она не знаю поменяемый глаз по нормальной вроде тут хреновый к но так все короче штанги буду тоже старая делать заодно блокировки редуктора нормально вроде не знаю на вот посмотреть масло проверить грязно не грязно на какой-то ну вот эти задние редуктора тоже я вставил эти в том году или когда я делся заводские это эти шестеренки верхние таки но коническая маленькая вот пока как бы вроде нормально не знаю по идее бы снять посмотреть крышки что-то внутри там целое но там не цену и как бы по звуку не жужжить ничего как масло чистое но на учет посмотреть масло в нижний болт открутить сливной посмотреть какой там грязь есть нет но опять магниты стоят магнитом все все железо прилипает и масло чистое обычно там ничего не в никакой грязи не видать а так чё раздатку я сделал в коробке еще масло поменял тут сразу жестко до установку поставил раздатку коробку сразу же заодно масло поменял все посмотрим еще покажу короче тут сделал но трубу так я показывал не знаю вот трубы поменял тут стоят вот новая она вот этот кусок новый и короче вот здесь на трубу сделал крепление такое специально чтобы она не болталась вот хомут такой идет не знаю видно будет не видно для хреново видно так будет ну вот короче сюда коробки вот на болты один болт и второй там с той стороны два болта как бы прикрутил получается прикрутил такую пластину железную вырезал ее железо сам не знаю пятерка где-то на такое толстенько его прикрутил сюда загнул так немножко вниз и два отверстия и на хомут железный просто этой трубу чтоб она как бы в монолите чтоб вместе с коробкой держалась а то она раньше постоянно как бы получается труба длинная идет вон она куда все уходит туда вот она такая длинная и сюда и она так вот трясется вся телепается там и холи и ломает постоянно трубу ну и самого здесь где-то везде ломает и там получается коллектор на двигателе расслабляются болты на коллекторе ну головки где прикручено там и шпильки метода вот ломала заломыш это вот были я сверливал тут и вот из-за этого тоже из-за тряски этой и ломает постоянно там ну где-то сверху трубу но там старые они уже конечно все равно она из-за тряски вот он ушел так болтается вот этот она по идее это вот сюда должен делать вот крепление типа уж тут такие за и на сюда так вот сюда у меня раньше было вот в это место вот отверстие сюда такая не железка было что такое как бы крепление но вот ломает вот здесь постоянно вот это вот обломать и потом вот это туха маленькая вот здесь здесь ломает вот эту вот эту железку крути шляпа это тут потом я тут варил как-то вот усиливался в этом этой штаны эти она тонкая железо там он миллиметр толщиной нервис на 2 шляпа короче вот так решил сделать помощней чтобы был такой видок то сейчас но сейчас она жестко все не будет ничего болтаться трястись тут держится вроде целый они постоянно ломаются вот эти места где-то вот с краю так обычно пока держится потом еще поменяю мало тут все четко раздатка нормально все сделал карданы все тут на прицелуть еще их немножко он там а установку тут провода сделал все провел сделал вот он провод идет сюда вот на хомуте за новый хомут переклипаю все штанги сделают тут попутно сразу же и чё еще мне останется чё чем по машине но в принципе машина как бы будет готова она бампер еще надо как-то его сделать тоже все но его потом его не успеху и можно холодно будет он уже как бы обещают вообще морозы тут завтра послезавтра когда не знаю уже обещают что-то дубак вообще снег-снег такой с дождем такая ну нулевая температура но погода такая сегодня ночью короче такой шум он сейчас тоже провода шумят такой шум это как ну ветер такой ураганный какой-то сильный он тучи как идут быстро на небе и он такой ветер так шумит сюда в какие-то провода свистят ночью тоже такой свист я начал не понял что такое окно открывают слышу такой ветер блин и вот сегодня тоже целый день уже ветер идет ну правда опять это тучи с юга и ветер южный такой не южный юго-западный какой-то западный как бы по идее это теплая погода еще пока не знаю завтра поменяется и все будем это рукавицы фуфайки одевать оставить шапки-ушанки впереди зима ну чё время уже конец октября подходит потихоньку получается где-то целый день на колесо уходит ну примерно вот еще посадка сальники подкачки на поменять сейчас тут это соберу принципе штангу тут заодно не знаю посмотрю туда и все уже вечер будет если еще может и не успею даже сделать со штангами если как что там штанга сейчас это видно будет собаки эти достанем чем там тяпкает нападают на маленькую собаку одна маленькая нападает на другую маленькую мелкие мелкие собаки пакостные злые постоянно на всех нападают лают эти мелкие потом еще прицеп короче на вот ступицы все проверить тоже посмотреть там шланги тормоза да чё надо будет все мне там это думать тоже с тормозами и провод который идет от прицепа то это надо я переделаю другой сделан там потом покажу тут еще это на диске нашел он трещина смотрю сейчас сегодня трещина на диске и и корневой сейчас нам будет но потом сдувать колесо это отбивать его не знаю прям так на машине как-то я менял кольцо кольцо вот это кувалды отбивал как бы пытался камаз 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 новый камаз сосед тут ездит камазик лесовоз камазик лесовоз новьё в том году вроде были позапрошлым они брали его что ли новый в лизинг в лизинг получать что под домкрачивал колесо это спускал его и кувалды просто отбивал туда но если она пойдет если не так туго сидит если не прилипла тут ничего опять это колесо уже давно не разбирал скорее всего хрен его знает пойдет нет а частенько ломаются между прочим эти кольца слабые какие-то или старые то что уже отрабатывают свой срок как-то я вон какое заднее колесо вот это вот на этом главном колесе мне как в том году позапрошлом году вот у меня там тут стояла простое колесо но не усиленный часто усилены у меня здесь простые которые стояли больно постоянно вот несколько раз и раза три на разбирал снимал как так я не могу понять главное внутренние постоянно почему-то разбирая поменяю кольцо там кольца какие-то сноу старые есть они такие не новые ну хрен знает с виду вроде нормальные такие целые все ставишь какое-то время проходит месяц-два там рассмотришь опять сломается эти диски усиленные они вот нормальные чозовский завод как он чё челябинский опытный завод вроде как называется как-то вроде так вот они вот нормально у них вонки мощные такие кольца но блин я не знаю тут ему хрен что будет мне кажется даже много лет даже но проходит если еще металл хороший так тем более сейчас сзади у меня эти чудовские стоят так нормально ладно короче что-то многое болтаю погода какая-то испортилась на быстрее чуть ли руки уже замерзли камеру держать блин ветер какой там деревья большие как это изгибаются ладно закончу на этом спасибо николай еще раз ивану за колодки потом не значит покажу интересное будет следующее видео следующем посмотрим что нибудь час камеры новое можно будет что-то и чё-нибудь интересное поснимать другое что-нибудь по городу где-то там прокатиться не знаю может не знаю но видно вот всем пока и до новых встреч чё-то делаю короче